Эта выставка – своеобразный отчет о поездке в Санкт-Петербург. В апреле 15 учащихся художественной школы разного возраста и уровней подготовки приняли участие в образовательной программе «Акварельный класс» и «Музей Санкт-Петербурга». Это акварельный мастер-класс с посещением музеев. Программа была великолепная, просто замечательная. Она полностью адаптирована для юных художников. Например, при посещении Эрмитажа, он ведь огромный, очень сложно впечатление создать для ребенка. Потому что если идти все подряд, то будет просто каша. А их ввели именно выборочно в такие залы, которые им пригодятся. Рубенс, Рембрандт, Микеланджело, Рафаэль. То есть они все это изучают и они все это увидели. И все же художники ездили не только на экскурсии. В рамках образовательной программы они посетили мастер-классы по акварельной живописи. Художница Татьяна Борисовна Анисимова, которая давала мастер-классы, она называет себя бруталом в акварели. То есть она очень активна, любит яркие такие цвета, она пишет очень быстро. Для нас ее техника была новой, потому что мы детей учим по классической схеме. Для нас было несколько мастер-классов, два педагога, Анисимова Татьяна Борисовна и Михайлова Анна Борисовна. Анна Борисовна, она ближе к классической школе, она писала очень долго, очень подробно все рассказывала, показывала. Многое из увиденного и опробованного на занятиях с профессионалами было открытием для юных художников. По окончании пятидневной образовательной программы были подведены итоги. Авторы лучших работ были награждены дипломами и ценными подарками. У нас мастер-классовала Татьяна Борисовна, она такая необычная женщина, так сказать. Подавала все легко и писать было интересно. Мы писали этюды в необычной для нас технике, то есть мы быстро намечали все, а потом уже работали с цветом. В написании этюдов лучше, конечно, тот стиль, который нам предлагали, а в написании длительных работ, ну, академически. Я очень хотела сходить на мастер-класс, и мне там очень понравилось. Я получила опыт какой-то для себя. Нас научили новой технике рисования. Ей быстрее намного писать, это по-другому все. Что еще помимо мастер-классов тебе запомнилось? Мне понравились экскурсии в музей. Слободские юные художники и преподаватели нередко выезжают на пленеры, конкурсы в соседние города. Но посещение Эрмитажа, Русского музея, Пената Фрепина, где можно увидеть настоящие шедевры мирового искусства, это совершенно иная грань. За пределы Кировской области не выезжали. Этот опыт у нас первый, очень положительный. И мы планируем в дальнейшем, конечно, продолжать в том же духе, посещать другие города России. Каждая поездка – это новые впечатления, новые возможности, творческие открытия, вдохновения. Все это дает развитие художественной натуре, но, возможно, лишь при поддержке родителей юных дарований. Поездка в Санкт-Петербург стала первым подобным выездом за последние пару десятилетий. Продолжение следует...